Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем добрейшее утро! Всем привет! Снова мы изучаем Тору. В 10 утра это постоянно у нас, постоянно у нас уже почти 700 уроков у нас. 700, можете себе представить. Уже больше трех лет существует Ваикра. И начиналось это как уроки Торы на Подоле. И мы уже больше трех лет прямо стабильно смотрим, изучаем Тору утром в 10 утра. Это очень постоянство, залог успеха. И поэтому у нас на Ваикре уже почти 50 тысяч, уже около 50 тысяч подписчиков в группе Ваикра. И слава богу, увеличивается количество подписчиков, которым интересно изучать Тору. У нас уже более 100 преподавателей Торы преподают. В группе Ваикра преподают где-то у нас 10-15 из прямых уроков, эфиров, да, видео уроков. А остальные все занятия по Торе проходят на портале vaikra.com, vaikra.com. И на этом портале можно найти любые статьи от чемпионов мира по шахматам. Есть у нас один такой преподаватель Торы, который был когда-то чемпион мира по шахматам, а сейчас пишет уникальнейшие статьи каждую недельную главу. То есть, если вы хотите не только смотреть видеоуроки в Фейсбуке, но и читать, то, пожалуйста, заходите на портал vaikra.com. Сейчас мы его, кстати, обновляем, будет очень классная, вообще удобная система навигации, рейтинг, где удобно будет найти любой урок vaikra.com. Все. И так как мы создаем именно платформу, создали платформу, то есть у нас есть много преподавателей, много учеников, то, пожалуйста, поддерживайте платформу эту и участвуйте в распространении Торы. Важно учить и обучать. Если вы учите и обучаете, еще и поддерживаете тех, кто обучает или тех, кто учит, то вообще идеально. Жизнь удалась. Для этого человек был создан на земле. Для чего? Для того, чтобы приближаться к Всевышнему через изучение Торы, молитву и добрые дела. Вот, как бы, простая жизненная схема. В конце концов, все понятно, сказал царь Саамон в конце, экклезиаста. Бога бойся, заповедь его соблюдай, потому что в этом весь человек. Для этого человек был создан, все остальное оно не насыщает. То есть, временно ты гонишься за какой-то целью, пытаясь... Но в итоге, в итоге, единственное, единственное, что насыщает, это изучение Торы и служение Богу. Хорошо. А мы находимся сейчас в 19 главе, конец 19 главы. И дошли мы до 27 отрывка. Значит, до 27 отрывка мы зашли. Дошли. Теперь, 27 отрывок, он звучит так. Хадаль бни лишмоамусар лишгот мэймрей дат. Значит, перестань... Переводится этот отрывок так. Значит, хадаль бни, перестань, сын мой, говорит царь Саамон, от имени Бога. То есть, он пророк, он с Богом соединен. Ему Бог открывает все возможные тайны. А к тому же, он сын царя Давида, который написал псалмы, и он учился у папы. То есть, у него есть полностью такой интерфейс для общения с Богом. И его мудрость была, почему царь Саамон называется мудрейший из людей. Что он умел это передать в понятной для нас форме. Но так как 3000 лет назад люди были чуть другие, то мы сейчас с помощью мудрецов следующих поколений, мы стараемся понять, вот что это нам, как нам это понять в наше время. И говорит нам царь Саамон в 27-м отрывке 19-й главы. Хадаль бни, значит, остановись, сын мой, лишмоамусар, слушать наставление. Мусар это наставление. Казалось бы, все идет, до этого нам все время говорит, шмабни мусаравиха, слушай, сын, наставление отца твоего. Вальте то, что рат и мехай, не отходи от торы своей матери, все. А тут вдруг он говорит, останови, сын мой, лишмоамусар, слушать наставление, лишгот мемрейдат, которые ошибочно тебя ведут от познания, от слов разума. То есть тут он говорит интересную такую вещь. Выходит человек, допустим, да? Выходит человек с такой белой бородой, в кипе, в рубашечке, такого вида умного, и говорит, люди, надо избавиться от эгоизма. Все, вау, действительно классно он говорит. А кто это? Это Рав Лайтман. Рав Лайтман, вау. А потом этот Рав Лайтман говорит, люди, надо избавиться от эгоизма, и для этого надо перестать соблюдать заповеди. Перестаньте соблюдать заповеди Всевышнего. Это все наука кабала, все доказала, что все по-другому. Опа, вот тут, вот тут, вот нужно остановиться. От того, что он говорит слова наставления, от того, что он говорит правильные вещи, например, любите друг друга, или, например, как коммунисты были, да? Давайте помогать бедным, давайте помогать бедным, социалисты, коммунисты, давайте будем делать добрые дела, а для этого давайте сейчас ограбим всех богатых и убьем их, убьем их, заберем у них все и раздадим бедным. То есть, понятно, да? Говорит нас, царь Саламон предупреждает, что иногда зло заходит, заходит очень технично и красиво со стороны мусар, это нравственное наставление. Иногда зло, например, например, те же нацисты и Макшмам, чтобы стерлось их имя, они заходили, что вот, значит, давайте бороться будем против зла, зло, а кто у нас зло? Зло евреи. А как мы будем с ними бороться? А мы их убьем. И а деток маленьких за что? А потому что они вырастут, будут злодеями, мы же знаем. То есть, иногда зло, предупреждает нас здесь царь Саламон, оно заходит со стороны наставления такого нравственного. Но как определить, как определить зло это или не зло? Определить это можно только по конечной картинке, к которой это наставление ведет. Например, например, борьба за, борьба за, есть сейчас, угнетение меньшинств, да, угнетение меньшинств. Но она заканчивается тем, что большинство уже не может сказать, что оно большинство. То есть, уже меньшинство сексуальное терроризируют. Нормальных людей уже стыдно, что ты нормальный, ты уже как бы этого должен стесняться. Ты не можешь сказать мужчины, женщины и так далее. Тебе сразу же СМИ начинают против тебя войну. То есть, сейчас конкретно на Западе, на Западе люди боятся сказать, что я исповедую традиционные ценности, потому что против них начинается сразу компания, конкретная компания, которая, которая, ну, как бы, прям реальные преследования. Теперь, что получается? Получается, что вот здесь нам царь Саламон дает нам некую модель. Модель заключается в следующем. Есть классика, классика, которая, что является классикой вообще? Что такое добро, что такое зло? То есть, если мы этот вопрос отдадим на решение каждому в отдельности, любому меньшинству, большинству, человеку, группе людей и так далее, то они могут этот мир полностью разрушить. Они скажут, например, я скажу, ну, не я скажу, кто-то скажет. Добро это, там, я не знаю, добро у всех все забрать и поделить. Вроде добро, а, ну, а может не добро, а как забрать? Ведь те, у кого оно принадлежит, это же оно им принадлежит. То есть, ты же будешь забирать, это же грабеж. Ну, значит, грабеж. Нет, это не грабеж. Это называется, давайте назовем это другим словом, экспроприация. Как бы у капиталистов экспроприировали. То есть, чтобы не сказать слово заберем, ограбим и так далее. Мы, это экспроприация нечестно нажитого добра. А как нечестно нажито? Ну, неважно, мы не будем разбираться. То есть, понятная идея, да? Теперь, если мы будем вот здесь вот устраивать качели, что такое добро, что такое зло, то понятное дело, что любой злодей, он скажет, то, что я делаю, это добро, а то, что они делали, вот я, например, сейчас есть известная, интересная такая история, в Украине ставят памятники и дают там почетный, почетный горожанин, там, гражданин города, мемориальные доски, детей водят в школы, нацистские преступники, которые участвовали своими руками, участвовали в геноциде, в убийствах и так далее. Теперь им ставят мемориальные доски, водят туда детей и говорят, это герой, а почему он герой? Он боролся за независимость Украины. А как он боролся? А он убивал детей и стариков, и женщин, и детей. Ну, с кем не бывает. Цель-то была хорошая, говорят они, независимость Украины, значит, мол, ничего страшного. Теперь, если мы будем добро и зло отдавать на решения каждого человека, тогда в мире будет полный хаос. Любой злодей скажет, что то, что я делаю, это добро, а то, что мне приходится там делать зло, так это не зло, а добро. Понятно, да, идея? Теперь, говорит нам царь Соломон следующее, хадаль, не лишь муа мусар, перестань слушать наставления, если они ошибочно ведут против слов разума. О! Теперь, значит, а как мы знаем, что такое слово, вот на иврите это используется слово дат, лишь год мемре дат. И тут мы сразу вспоминаем, мы сразу вспоминаем, что написано же в Торе в самом начале. Сказал Бог первому человеку, прям конкретно ему, Адам Решону, первому человеку он сказал, я тебе здесь, вот тебе весь мир перед тобой, делай, что ты хочешь, делай, что весь мир твой, но меец даат то вера не ешь, а дерево познания добра и зла, именно даат, вот дерево познания, вот это слово используется, то вера, добра и зла, от него не ешь. Что имеется ввиду, что Богу было жалко там какой-то фрукт, яблоко или какой-то этот плод? Нет. Он ему говорит, смотри, есть, я установил, я Бог, я установил, что такое добро, что такое зло, все. Ты не можешь менять местами, нет у тебя никакого права, ты можешь обманывать себя, обманывать других, но добро, которое Бог назвал добром, оно, это есть аксиома добра, а зло, которое Бог назвал злом, это аксиома зла, все. И здесь изменить ничего невозможно. Если ты как человек, который первый человек, Адам решен, он съел от дерева познания добра и зла, то есть он, он начал менять местами, он сразу Богу говорит, а чего, кто сказал, что, это же женщина, которую ты мне дал, я ел не от дерева, она мне дала, а что, разве я виноват? И так далее. И начинаются здесь уже интеллектуальные качели, которые, каждый человек себя оправдывает, каждый человек прям в своих глазах, каждый человек найдет себе миллион оправданий, обвинит во всем других, ответственность не моя, все, что хорошее я, все, что там чуть плохо получилось, у меня были причины, ну и так далее. Теперь я не буду сейчас входить в конкретно в персоналии, факт, факт, абсолютный факт, значит, Лайтман, я слышал от людей, которые праведники, которые именно раввины настоящие, что Лайтман зло, потому что он создал секту, которая идет в разрез с учением Торы иудаизма, в котором четко указано, кому что и как можно изучать, говорить, что называть кабалой и что называть не кабалой. И то, что Лайтман называет кабалой, и то, как он называет себя равом, то это он не рав, и то, что он называет кабалой, это не кабала. То есть, это его личное изобретение и иллюзия, которую он создает, она базируется, у лжи настоящей нет ног, поэтому, если бы он говорил полностью ложь, то было бы это всем видно. Это замешано, может быть, на 90% правды, но то, что глобально это идет против добра и против Торы, и против Бога, и против заповеди, это тоже факт. Это факт. Откуда я знаю, что это факт? Потому что носители Торы, которые всю свою жизнь отдали служению Богом, это я слышал от своего учителя Рав Ицкак Зильберзе, Храно Цедик Левраха, я слышал, он ни про кого не говорил плохо, но если он уже говорил, что человек злодей, то это было уже, ну, вес этому был огромный. И вот он говорил про Лайтмана, что он злодей. Все. Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двадцать восьмой отрывок, двадцать восьмой отрывок говорит нам следующее. Эд Блияаль, Ялиц Мешпад, Упири Шаим, Ибала Авен. Значит, Эд, двадцать восьмой отрывок, свидетель Блияаль, это без ярма, без ярма. Значит, что такое свидетель без ярма? Как это свидетель без ярма? Вот Кастанеда, Дамир, я только одну секунду скажу. Мы все можем рассуждать сколько угодно про Кастанеду. Я знал лично одного человека, который у него учился. Зовут у этого человека Владимир Яковлев, очень умный человек. Владимир Яковлев сказал, что Кастанеда, он аферист. Все. Это я слышал от Владимира Яковлева. Я не могу сказать ничего про Кастанеду. Он писал красивые книги, он был антрополог, он выдумывал много всего, но он же и не скрывал, что он выдумывает. То есть, вот тут весь очень важная вещь, есть традиция, которая не меняется. Есть в каждом поколении, приходят люди, Кастанеды, Лайтманы, Марксы, и говорят, я разрушу традицию, я, я, значит, там, я не знаю, я получил сигнал от голубя, от ангела, от Бога, мне, у меня внутренний голос, у меня интуиция, я сейчас, вот просто, как Карл Маркс, он выступил полностью против существующего строя. И такие люди приходят, в каждом поколении есть такие люди. Чаще всего, это сумасшедшие. То есть, если сумасшедшие, они, ну, нормально, вот они просто сумасшедшие, да, то есть, идет человек по улице и говорит, у меня голос, я там, посланец Бога. А второй ему говорит, а я, значит, вообще Бог. То есть, это сумасшедшие, это сразу понятно. Теперь приходит другой человек, и говорит, вы знаете, я профессор. Ему говорят, ты какой профессор? Профессор. Какой профессор? Антология. А что такое антология? А ее придумал другой профессор. А кто это был профессор, который придумал антологию? Антологию придумал, был еще, как же его звали? Профессор мини-дети. А что это профессор мини-дети? Он тоже придумал себе науку, антологию, стал ее профессором. И понятно, да? То есть, в каждом поколении приходят такие сумасшедшие, аферисты, полусумасшедшие, полуаферисты, там Оша, например, да, у него 30 было этих, 30 Роллс-Ройсов, и он его не пустили, ни одна страна мира его не пускала, Оша, потому что он себе гнал такое, что его ни одна страна мира не пускала. Карл Маркс, его ни одна страна мира не давала ему гражданство, он умер в Англии, человеком без гражданства. То есть, но есть люди, которые они смешивают очень сильно добро и зло, это то, что нас предупреждал в 27-м отрывке царь Соломон 30 лет назад. Он говорит, отойди, сынок, говорит, слушать наставления, то есть он говорит правильные вещи, Лайтман на 80-90% говорит правильные вещи. Он говорит, надо быть добрым, надо избавиться от эгоизма, надо и так далее. То есть, он вроде его послушать, он говорит те же самые вещи, что говорит большинство раввинов. Но в итоге он приводит слушателей через вот эти вот правильные вещи, он их приводит к тому, что не надо соблюдать заповеди, что Каббала это наука, что это никакая не божественная мудрая, что это не от Бога и так далее. И он просто, то есть, его как бы цель, это она идет в противоречие с тем, что называется добром и злом. И все. Но он очень красиво это запаковал, он запаковал это в красивую одежду, в красивую бороду, в красивые слова. Но цель-то его она, она другая. Понятно, да? Все. Теперь, значит, давайте двигаемся дальше. Свидетель без ярма, ялит смешпад, он насмехается над судом. Упиры шаим и балавен, и род злодеев, их, значит, он проглатывает грех. Глотает грех. Что имеется в виду? Значит, в современном мире, в современном мире, человек, который разобрался, как он работает, человек, который разобрался, как он работает, но при этом не имеет моральных ценностей, более высшего порядка, что Бог все видит, и Бог все равно восстановит справедливость. Человек, который разобрался, как мир работает, и снял с себя ярмо Бога, он имеет преимущество перед всеми остальными. Он смеется над судом, потому что он может себя защитить с сотнями адвокатов, и если что-то не так, он может убить свидетелей, потому что для него нету правил. Теперь вот этот вот свидетель, который нет над ним, Ерма Торы, Ерма Бога, то есть вот если мы вспомним в Торе, вначале есть истории про отцов. Вся первая книга Торы Берешит идет в истории. Есть история про Авраама, который перешел в Египет. И когда он перешел в Египет, он сказал, нету страха перед Богом в этой земле. А если нету страха перед Богом, так заберут у меня жену Сару, и меня убьют, все. И ничего меня не спасет, потому что когда люди не боятся Бога, все остальное, все остальное они уже подкрутят под свое желание, под свою цель. Теперь что сделал Авраам? Авраам Авину, он придумал такую схему, что Сара, его сестра, когда люди приходили, то есть если бы знали, что он ее муж, его бы просто убили. Но так он ее брат, так можно на ней жениться. И они к нему приходили, просили жениться. У него всегда было время для того, чтобы сказать, что уже за нее сватается более высотий начальник, более высотий начальник, более высотий начальник. У него был такой план. И он думал потом оп и убежать, пока будут разбираться. Но пришел фараон и все, и забрал. Забрал тогда Сару, но Бог тогда восстановил справедливость. То есть Бог пришел к фараону и говорит, что Авраам праведник, Сара праведница, и ты не имеешь права забрать жену у мужа. Понятно, да, идея? То есть кто восстановил справедливость? Бог. Но если человек не верит, что есть Бог, который за всем следит и восстановит справедливость, тогда он называется, насмехается над судом. И род злодеев, он глотает грехи. Значит, адвокаты. Что делают адвокаты? Адвокаты, очень часто адвокаты знают, что их подсудимый виноват. Он убийца. Он конкретно там совершил преступление. Но что делает адвокат? Адвокат, он насмехается над судом. Он делает так, что маньяк, убийца, преступник, он выходит из-под суда. Почему делают вот эти вот памятные доски убийцам и делают из них героев? Потому что вот есть вот эти люди, которые не боятся Бога. А если они не боятся Бога, ну и что, что он убийца детей? Так это же еврейских детей, это же не украинских детей. Да даже и украинских детей. Он же герой, нам же выгодно сделать его героем. А почему нам выгодно сделать его героем? Ну вот тут вопрос, почему люди делают героями убийц? Вот это мнение понятно. Но какая-то, мне кажется, что они сами внутри такие же убийцы. И они, именно поэтому они его вешают на стену, чтобы себе оправдать, что будет возможность, они будут так же убивать. И поэтому им удобно, что нету суда, что можно убивать и не быть наказанным. Можно убивать и быть героем. И поэтому они вешают этих убийц на стены для того, чтобы самим оправдать свои преступления. Что они в душе точно такие же преступники, как и те, кого они вешают на стены и обожествляют. Не обожествляют, а делают из них героев. Хорошо. Но мы знаем, что придет на всех расплата. То есть мы знаем, что Бог, он за всем следит, за всем наблюдает. И что все зло будет наказано. Мы в это верим. И мы не просто верим. Мы знаем, что это так. Все. Хорошо, дорогие друзья. При этом, при этом, я очень не люблю, очень не люблю воевать со злом. Потому что есть такой принцип в Торе. Это, его сформулировал царь Давид, отодвинься от зла и делай добро. Отодвинься от зла и делай добро. То есть очень приятнее намного делать добро, чем воевать со злом. Ну, опять же, может быть, эта позиция, она не совсем правильная. Это, я не могу сказать, что это правильная позиция. Потому что есть тоже такая идея, что для того, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно просто сидеть и ничего не делать. И тогда злодеи, активные злодеи, они будут, будут они очень сильно действовать. Но что меня утешает, что есть такие люди, как царь Давид, например. Царь Давид, он при этом же сам, он активно воевал со злом. И есть люди, такие воины, слава богу, есть люди, которые выкрали Эхмана, судили его в Израиле и повесили. Есть люди, которые специально обученные воины, которые, слава богу, тот же Масад, который не сидит на месте. Есть люди, которые, которые, они воины по сути свои. Да, каждый должен заниматься своим делом. Я знаю, что есть люди, которые, тут, кстати, есть очень интересный момент в Талмуде, что есть люди, у которых им написано быть воинами, да, они будут по-любому убивать. И вся их, вся их свобода выбора, то есть они как бы родились, что у них руди будут в крови. Но то, что у них руди будут в крови, это факт. Но они могут быть шойхитами. Это люди, которые делают шхиту и кормят людей мясом, кошерным мясом. Они могут быть хирургами, которые режут людей, и они тоже проливают кровь. Иногда они ноги отрезают, руки отрезают, тишки вырезают, там аппендицит. Но они спасают этим людей. Иногда они могут быть полицейскими, и иногда полицейские, они убивают преступников. То есть есть люди, у которых их функция в этом мире воевать со злом. И я им желаю огромной удачи, успехов, чтобы они конкретно метко стреляли, четко били. И чтобы люди, которые воюют на стороне добра, чтобы Бог дал им огромную-огромную силу уничтожить все зло. А мы будем действовать своими методами. То есть если я преподаватель, я люблю учиться и обучать, то я буду обучать делать добро. Поэтому давайте делать добро. Давайте делать добрые дела друг другу. Давайте говорить приятные вещи друг другу. Давайте изучать Тору, выполнять заповеди. И сила молитвы, она колоссальная. Молиться, чтобы Бог отомстил всем злодеям. Чтобы Бог уничтожил всех злодеев. Понятно, да? Все. Удачи, успехов. Всего вам хорошего. До завтра. До завтра. До завтра.